Всем привет! С вами канал Товары Алиэкспресс. Это видео посвящается обзору чехла для альпада 2, 3, 4. Его стоимость 5 долларов 84 цента и пришел он за 2,5 недели. Ну, в принципе, довольно быстро. Так, цвет уже соответствует, вижу. Доказала я черненький. Открываем, смотрим его. Вот такое. Сразу чувствуется неприятный запах, что не есть очень хорошо. Так, ну, тут прошито тканькой такой матовой, мягенькой. Так, вымем поролончик, смотрим, что здесь. Под поролоном то же самое мы видим. В принципе, здесь по краям ниточки прошиты нормально, но в некоторых местах немного торчат. Ну, вот здесь, если видно на камеру, ну, подробнее фото вставлю. Здесь немножко, то есть, в этом есть малейшие недочеты. Так, сзади есть все дырочки. Вот под камеру, под динамик, скорее всего. Так, и подставочка у нас. Сейчас попробуем поставить. Вот. Вот так вот. Все работает, стоит, все хорошо. Ну, такое, в принципе, по качеству мягенькое. То есть, планшет не поцарапается, ничего. Ну, вот единственный недочет, это то, что торчат нитки. И хочу заметить еще то, что большинство китайцев пишет, что это кожа ПУ. Это кожезаменитель. Так что, пускай они вас не обманывают, как бы не разоблачают в этом. Но что многие пишут, не кожа, не кожа. Конечно, не кожа. За такую-то, тем более, цену. В принципе, чехол нормальный, но есть некоторые недочеты. И, как и для меня, не нравится мне, что запах неприятный. И это довольно плохо. А, кстати, еще, между прочим, магнитики. Рабочие, вот, один здесь, и второй здесь. Все работает. Все. Ссылочку на товар оставлю под видео. Подписывайтесь на мой канал «Товары Алиэкспресс». Ставьте лайки, смотрите другие видео-обзоры. «Товары Алиэкспресс». – Пока-ка. Продолжение следует...